Всем привет, с вами Ванук. Знаете, я тут на днях сидел и думал, что-то давно я не выпускал каких-нибудь видео обзоров. В общем-то можно понять, что модификаций крупных и серьезных выходит в последнее время не так много и конечно же можно смело было бы сказать, что материала нет, но на самом деле это не так. Моды конечно же выходят не часто, но тем не менее они есть и многие проекты еще не были освещены на нашем канале и одним из таких проектов является ром этого. Этот проект, который зарабатывается целой командой, может похвастаться в том числе еще и тем, что у него в разной степени развиваются как одиночная, так и сетевая часть, причем развиваются они, можно сказать, параллельно, уделяется каждой отдельное внимание и в общем данный мод может привлечь внимание всех игроков, фанатов как и одиночных, так и мультиплеерных битв, так что можете смело его качать, если не понравится одна сторона, то понравится другая. И начнем мы с одиночной. В общем-то это мод в плане сеттинга своего не новинка далеко, он нам рассказывает о античности, причем он у нас конечно же псевдоисторичный, то есть имея определенный набор возможностей, так сказать, к вовлечению в эту самую историю античности, мы в общем-то не особо обременены какими-то там датами, фактами, полководцами и так далее, скажем так, отскорее приближен на все. Но тем не менее, игроки смогут найти в нем достаточно проработанную карту, причем карту очень большую и через нее в данный момент из всех этих просторов используется лишь небольшая часть, я так понимаю это сделано на будущее, чтобы в будущем там еще другие города, чуть ли не до Китая, достроить, допрокладывать. Ну а пока что у нас территория отделена, скажем так, Грецией, Римом и в общем-то куском Галии, в общем-то вот и все места, которые сейчас есть смысл посещать. Поэтому и фракций у нас не так много, ну правда это конечно не так много относительно, у нас есть сразу несколько греческих фракций, разделенных на такие как Сицилия, на конечно же Афины, есть у нас Македония, есть конечно же Рим, ну и без всяких там варваров не обошлось, в общем-то опять же тут можно найти себе фракцию по желанию. Есть у нас и большой набор всяких элементов для экипировки, брони, оружия, тут действительно заработчики постарались и создались намного всяких интересных предметов, которые интересно разглядывать, которых действительно здесь много и однообразием уж точно мод страдать не будет. С другой стороны, с точки зрения общего такого подхода, конечно же надо понимать, что здесь авторам не было возможности сделать какие-то совсем уж разнообразные фракции, ну античность она и есть античность, надо понимать просто, что тогда никто в космических скафандрах не воевал, и поэтому все будут примерно похожи между собой армии. Но с другой стороны, все предметы, как я сказал, они хорошо проработаны, они в большом количестве, и это не может не радовать. Что у нас есть еще интересного в моде? Есть у нас всякие различные, скажем так, скрипты, которые расширяют игровой процесс, как не особо большие, вроде удары щитом, или же возможности, точнее даже не возможности, а особенности, что лошадь может начать хромать в том же бою, в отличие от стандартного подхода к хромым лошадям, когда они начинают сбавлять скорость на следующий бой. Здесь же у нас прям в этом она будет передвигаться чуть ли не медленнее пехотинца, в итоге, если ее сильно травмируют. В общем-то, все эти возможности обеспечены скрипт-энчантером в СЕ, который, кстати, не работает в мультиплеере, и поэтому многие фишки в мультиплеере, они не реализованы, хотя есть в одиночной игре. Ко всем, впрочем, у нас есть здесь тактические возможности, это, конечно же, не без этого. Само собой, что многие модификации в последнее время стремятся именно развивать те моменты, которые в самом варбанде не особо продвинуты. Это, как я сказал, тактические, это дипломатия и так далее, все они в данном моде присутствуют. Я бы даже сказал, что они несколько даже, скажем так, заботчики с ними перестарались, потому что, например, тактические меню у меня иногда вводят ступор, почему-то вылазят лишние менюшки, которые я не открывал и так далее. То есть тут, надо, конечно же, в этом всем разбираться, смотреть, как обстоят дела с пресетами перед боем, то есть тоже можно расставить какие-то команды заранее. Все это, безусловно, может порадовать тех, кто любит подходить к сражениям основательно, ну а тем, кто не любит, соответственно, это все можно банально пропускать. Если же говорить о том, как обстоят дела с сетевой игрой, то здесь, конечно же, надо понимать, что в последнее время вообще любые моды испытывают проблему с количеством игроков. Соответственно, интерес к моду, конечно же, со временем угасает, он уже не такой, как был раньше, но, тем не менее, разработчики активно пытаются поддерживать свой проект, проводят всякие ивенты и даже во время вентов собирают по нескольких десятков игроков на своих серверах, что, конечно же, по сравнению с некоторыми другими проектами, может даже считать достижением. Ну, а так, стандартный онлайн-то пара десятков игроков, а то и меньше. Ну, в принципе, поиграть можно, но, конечно же, серьезных крупномасштабных сражений ожидать не стоит, хотя, вроде бы, они запланированы в своем моде, если посмотреть на карты, побегать на пресс-ботами, посмотреть, как расстоят дела, то становится понятно, что у разработчиков были достаточно серьезные планы и, конечно же, даже несколько обидно, что они не были в полной мере реализованы именно за счет того, что онлайн-игроков не позволяет. Но при этом ивенты, в принципе, могут вытянуть мод, и, в принципе, наверное, если разработчики будут его дальше развивать, они будут и проводить всякие мероприятия, и, в принципе, возможно, что будут и в полной мере раскрываться все возможности данной модификации. Другое дело, что, конечно же, в моде нужно еще править баланс, оттачивать фракции, сцены и так далее, и на данный момент, конечно же, модификация еще не настолько хорошо проработана, чтобы я бы мог уверенно сказать, что в сетевой игре она лидер. В отличие, конечно же, одиночный, где, как я сказал, проект очень себя хорошо показывает и, безусловно, стоит к ознакомлению. Ну, а с вами был Ванокс, спасибо за просмотр видео, подписывайтесь на наш канал, всем удачи!